Добрый день, дорогие мои любители шитья! Мы продолжаем наши увлекательные занятия. И сегодня я хотела бы ответить на давным-давно прозвучавшую просьбу. Не помню уже, как зовут, к сожалению, человека. Но она мне прислала несколько картинок вот такого рода. Значит, это были пальто с уголочками, такого свободного достаточно кроя. Можно делать свободный полуприталенный силуэт, прямой свободный силуэт делать. Идея таких пальто, я думаю, что многие видели эту историю в жизни, их сейчас очень много. Это когда рукав не вточной, посмотрите, вот здесь шовчика нет. Когда рукав вверху как бы цельно выкроен одновременно с полочкой идет. А вот под мышечкой, в верхних уголочках подмышечных падин, вот здесь, вот здесь, есть такие остренькие уголочки. Появляются такие остренькие уголочки. И на базе вот этой вот выкройки можно сделать все, что угодно. То есть я сейчас вам покажу, как вы знаете, что моделирование это у нас бесконечное множество разных возможностей и фасонов. Все зависит от того, что вы хотите. Вы можете эти линию привезти сюда, вы можете эту линию не делать, делать эту линию там. То есть можете делать просто одну ластовицу, вот эту вот организовать под мышечкой и так далее. То есть я покажу вам только вот такой вот один вариант. А потом в развитии темы, скорее всего, на следующих видео мы, может быть, с вами разберем, какие возможно на базе вот этого варианта модификации, изменения, усложнения. Ну или просто подстройка под ваше желание. Здесь я изобразила, ну первое попавшееся, что мне пришло в голову. Это цельновыкраенная вот такая стоечка. Это серединка нашего изделия. Тут, возможно, кнопочки какие-то, которые переходят в край борта. Можно вот так вот на кнопочку расстегнуть, отогняться будет, как воротничок, опаж. Немножко преувеличенный полузанос. Вот этот центр, немножко преувеличенный у меня полузанос. Но добавлять его здесь я, наверное, не буду, потому что загромождать чертеж. Тема этого занятия, она посвящена не воротникам, она посвящена будет вот тому, как оформить вот этот вот уголочек. И строить мы это все будем на основе уже прозвучавшего ранее, ссылочку я вам обязательно дам в описании, чтобы более подробно в этом могли сделать, мастер-класса, который называется «Рука фрегла». Я вам тоже уже его давала, подробно все об этом рассказывала в этом плейлисте, который я назвала «Уроки моей жизни». Ну, поэтому очень подробно я на этом останавливаться не буду, пояснять все свои действия и так далее. Просто выполню их, без подробных каких-то комментариев. Итак, смотрите, как всегда, что мы имеем? Мы имеем базовую конструкцию, полочку, спинку и вот такой вот у нас есть рукавчик. Ну вот, если вам виднее, вот такой вот рукавчик у нас есть. Почему-то у меня вырезан оказался из этой ткани. Неважно, вот я взяла то, что у меня есть. Как бы это играет роль в нашей с вами базовой заготовке, той самой базовой конструкции, которая знает все ваши мерочки, да? Вы сегодня шьете пальто. Значит, соответственно, прибавочку по груди вы увеличите до 5-6 сантиметров. Прибавочку по бедрам вы увеличите, ну, начиная минимум 3 сантиметра, это будет довольно строгое пальто, такое необъемное. А если вы возьмете 5-6 сантиметров, уже будет тоже такое достаточно объемное такое пальто. Я покажу вам эту историю на таких не очень больших объемах, как всегда, потому что, повторяюсь, что большие объемы строить гораздо легче, чем маленькие. И в моей выкройке пока на сегодняшний день присутствуют абсолютно все выточки, какие должны быть. Есть талиевые выточки, есть нагрудная выточка и есть плечевая выточка. Плечевые выточки вот здесь на спинке выглядят таким образом. Можно на спинке шов еще оставить, можно не оставлять, это тоже по вашему желанию. А нагрудные выточки у меня спрятаны вот в такие вот. Если объемы будут увеличиваться, вы хотите какой-то оверсайз силуэт построить, то вот эта выточка, она как бы частично открывается у нас в пройму и уменьшается соответственно. А потом маленькая вот эта нагрудная выточка, она вообще может перейти в посадку. И вот этого шовчика просто не будет еще зависит от того, куда вы нарисуете вот эту линию бачка или вот эту линию рельефа нашего. То же самое здесь. Если эта выкройка будет с подплечниками, с плечевыми накладочками, с какими-то хотя бы небольшими, то можно часть этой выточки перевести вот сюда уже в пройму. Выточка закроется, поднимется вот эта точка, значит соответственно будет что заполнять плечевой накладкой. То есть с выточками, с большими объемами, чем больше объем вы должны поднимать, тем меньше вам нужно делать ваши выточки. Ну а мы пока оставим строгий крой и будем разбираться с ними конкретно, деликатно, аккуратно, безо всяких там посадочек. Итак, начинаем. У нас есть вот такая выкройка, вот такая выкройка рукав реглан. И рукав простой, вот такой вточной рукав. Что я хочу сделать? Я хочу взять вот этот рукавчик, да, и разделить его пополам. Половинку переднюю я хочу прибавить к передней половинке полочки, а заднюю я хочу прибавить к задней половинке полочки. И все бы хорошо, если бы не забота о том, что задняя половиночка рукавчика, вот эта вот часть, да, она должна быть шире немножко, чем передняя половинка рукава. Почему? Потому что если это не выдерживается условие, вот этот шовчик, который у нас начинается от плеча, а потом переходит в шов рукава, второй шов рукавчика внешний, да, он должен быть сдвинут немножко вперед, в сторону передней половинки. Если это условие не выполняется, а не, скажем, передняя и задняя ширина рукавчика одинаковые, визуально он будет заваливаться на спинку, это не будет корректно, потому что у нас руки двигаются вперед, а не назад все-таки. И чтобы выполнить это условие, я рукавчик, посмотрите, среднюю линию рукавчика рисую, переношу параллельно абсолютно на один сантиметр вперед и буду делать сейчас разрез. Разрезаю свой рукав по вот этой нарисованной линии. Я сделала переднюю половинку рукава пошире, чем заднюю. Здесь у меня будет две точки R. Это мы с вами делали, когда строили рукав реглан. Ссылочка будет внизу. Ссылочка будет внизу в описании. Вы ее легко потом найдете. Так, но ведь то же самое я должна проделать и с плечевым швом, вот с этим плечевым шовчиком. Поэтому посмотрите, как мы будем с вами поступать. Сейчас мне пока для моделирования мешается наличие вот этой нагрудной выточки. Временно я ее переведу в середину и в передней половинке. Я могу перевести ее в любое место. Но вот чтобы вам было удобно, я буду вот в этой части работать, я ее открою вот сюда. То же самое мы делали в рукавчике реглан. Это линия пока без полузаноса, без воротника. Так что смотрите, в прошлом видео я вам показывала, как не портить нашу базовую конструкцию, а использовать вот эти вот все приемы. Я повторяю этот прием еще разочек. Значит, нарисовали, выбрали это место, зажали карандашиком вершину выточки. Так, хорошо ли вам видно? Проверяюсь. Вот так, хорошо, да? И делаем вот такой вот поворотик. Смыкаем левую сторону нашей красненькой выкройки, с правой стороной то, что там нарисовано. То, что там нарисовано. После этого ставлю отметочку вот здесь. Так, я тут уже тоже отметила. И рисую новенькое положение. И убираю. Новенькое положение нарисовали и убрали. И у нас наша выточка открылась вот здесь. Вот сейчас у нас открылась вот эта выточка. И так ваша выкройка осталась цела. И работать мы уже будем не с этой историей, а будем работать вот с этой историей и вот с этим плечевым шовчиком. Для того, чтобы было полное соответствие рукавчику, мне нужно его спустить на один сантиметр вниз. Но еще прежде, чем я это сделаю, я то же самое повторю вот с этой выточкой. Вот с этой выточкой. Куда я ее хочу? Она у меня в базовой конструкции нарисована наверх. Ну и хорошо. Я тогда сразу ее помещу, перенесу вот сюда, вот в вырез горловинки. Выбрала это место. Положила сюда базовую конструкцию снова один в один, которую она обвела уже заранее. На базовой конструкции отметила выбранную точку, зажала карандашиком и выполнила поворотик. Сомкнула стороны выточки. У меня получился кусочек плеча и получилась вот часть горловинки до этой отметочки, которую я сделала ранее. Надеюсь, вам это видно. И выточка у меня теперь выглядит вот таким вот образом. Выточка выглядит вот таким образом. Лишние точечки мы пока вот так вот немножко теперь пододрем, уберем. Горловина спинки вот так вот выглядит. Так, что случилось с плечом? Плечико стало вот таким вот общим. Плечико стало общим. Чтобы не было у меня какой-то какой-то деформации, я всегда во всех цельнокрайенных рукавчиках реглан к ним же относится, поднимая вот эту точечку на один сантиметр или полтора вверх. То есть точечку P2 я подняла на один-полтора сантиметра наверх. Вот так переоформила плечо. Ну и точечку P1 я даже подниму на один-полтора сантиметра вверх. И вот так переоформлю вот это плечо. Головка моя наклоняется, а я плохо вижу. Вот так получилось. Понимаю, что не надо ее наклонять. Но вот так у меня тут все устроено. Я, посмотрите, что сделала. Пока просто вот так вот приподнялась наверх. А теперь я буду выполнять перевод плечевого шва со спинки на полочку. Для этого я на спинке шовчик подниму на один сантиметр уже параллельно наверх. И у меня получится вот такая линия. Удобно работать непрозрачными лекалами. Вот так я достраиваю вот эти перпендикулярчики. Так. А шовчик на передней половинке естественно спущу на этот же самый один сантиметр вниз. И у меня получилась вот эта линия. Здесь меня будет интересовать верхняя. А здесь теперь мы будем работать вот с этой нижней линией. Потому что, повторяю, рукавчику у нас соответствовала вот эта точка сначала, да? А здесь, ну, сами понимаете. Итак, мы работаем с передней половинкой нашего рукава. Я ее сняла на калечку. Вот она у нас. Так, камера наша плавает. Понятно. Ну, вот видно, как она выглядит, да? Я соединяю сначала нижние вот эти вот точки и нижней частью оката рукава я скользю по нижней части пройма. И выбираю себе общую точку в районе точки 1. Вот примерно здесь. Перечеркнула рукавчик. Так. Пройму перечеркнула. И перечеркнула вот эту вот общую точку на рукаве. При необходимости подчищаю нижнюю часть оката рукава. Видите, тут чуть-чуть у меня немножечко пошло несоответствие. Вот это мне надо все подрезать. Это я рассказываю вам в подробностях тему, которая называется рукав. Реглама. Если выкройки точные, большие, нормальные, этого почти делать не нужно. Вот смотрите, теперь у меня идет полнейшее совпадение, да? Идет полнейшее такое совпадение. И я после этого переворачиваю и совмещаю уже общие точки. Совместила общие точки и могу обвести, собственно говоря, уже свой рукавчик. Извините. Вот. Совместила общие точки. Нижние мы сделали идеальными. Вот при этой манипуляции. Так. Так хочу показать. Вот так вот. И оно... Вот сейчас я могу этот рукавчик подвинуть немножко. Смотрите. Я выбираю его направление. Выберу относительно середины переда вот таким, чтобы руки не были опущены по стойке смирно. Выбрала. От этой общей точки уже никуда не отодвигаюсь. И теперь обвожу рукавчик весь, как он есть у меня. Пожалуй, я подвину немножко ближе к себе, чтобы не наклонять свою головку и чтобы не закрывать вам внешний вид. Я думаю, в камере вот это все хорошо видно. Так. Потом сюда, потом сюда, потом сюда. Я обвожу идеально то, что у нас есть. Сюда и сюда. Букву Р мне еще надо отметить. Но нам понадобится. Соединяю свои точки. Просто обвожу рукавчик. Так. Так. Я могла бы, конечно, это все заготовить вам заранее и отослать к старому мастер-классу. Но я думаю, что лишний раз посмотреть вам тоже будет достаточно интересно. Ну вот. Смотрите. А это вот наша самая буква Р. Это высота оката. На рукава показывается вот эта точка П1. А это буква Р. Высоту оката рукава я вот так вот выбрала. Так. Дальше. Из этой общей точки в рукаве реглан. Я раньше, чтобы получить рукав реглан, что мы делали? Мы сначала оформляли вот этот переходик. Мы его сейчас вот так вот оформим. Да. Мы оформим переход плечевого шва. Вот эту точку. Да. В рукав. Пожалуйста. Вот мы его оформили. Да. Дальше эта линия пойдет сюда. Рукавчик выглядит вот так. Рукавчик выглядит вот так. И приходит вот сюда. И когда мы строили, а это горловинка. А это середина переда с нагрудной выточкой. И вот так вот так вот так вот выглядит у нас полочка для рукава реглан. А вот на этом участке, конечно, идет наложение ткани друг на друга. Но и мы делали для рукава реглан вот такую вот картинку. Мы потом совмещали и уводили в любую точечку. Вот я тоненько здесь нарисую, потому что сейчас у нас здесь никакого рукава реглан, видите, нет. Но зато у нас есть везде вот эта самая общая точка. И как получить? Вот она. По сути дела, вот эта общая точка, которую у меня сейчас выбрала я, да, выбрала. Это и есть вот эта точечка, которая мне нужна. По сути дела, она же та же самая есть. И если я хочу рукавчик сохранить абсолютно целый, чтобы у него было только два шва. Один внизу, другой вот тут наверху. Я нарисую сейчас вот эту линию нашего рельефчика. Выходить она у меня будет вот из этой общей точки. Посмотрите, как я ее нарисую. Я обязательно, я могла бы ее вот так нарисовать, например, да, вот так. Но я не могу этого сделать. Если я хочу в точности выполнить свою вот эту историю, то я должна от этой точки отступиться на два припуска на обработку данного участка. Там, скажем, полтора и полтора сантиметра или сантиметра-сантиметра хотя бы. И затем нарисовать вот эту линию. Это вот этот кусочек у меня соответствует вот этому кусочку. Ну а дальше, смотрите, я приталиваюсь. Я хочу приталиться. То есть я приду, наверное, вот в эту точку. Да, вот так как-то у меня пойдет фантазийно, да. Но я люблю, вы знаете, расширять немножечко свои изделия, свои рельефчики. То есть, чтобы они мне талию подчеркивали немножко. К талии сужать рельефные линии, да. А талии немножко расширять. То есть, и если поувереннее нарисовать вот это все, выглядеть это у меня будет как-то, например, вот так. Вот так. И дальше мы ушли с вами из блоки. Так, Оле я перезвоню, записываю. Чиниться. Что-то спросить хотела. Так, и я вот так вот сюда нарисовала. Посмотрите, вот эта линия, это та, которая у меня изображена вот здесь. Это мой рельеф. Вот, собственно говоря, и все. Я сейчас обведу цветным карандашиком то, что у меня пойдет к полочке. Да, надо еще что сказать? Надо еще сказать то, что вот эту выточку я не хочу здесь оставлять. Да, вот эту выточку я не хочу оставлять. Поэтому я сейчас восстановлю перпендикуляр. Вот сюда, да? Как бы по нему разрежу. По этому перпендикулярчику. Сейчас я тоже это сделаю. С помощью кальки. Потому что, ну, лень двигатель прогресса. Не хочется мне все это переводить на кальку. Вот возьму маленький кусочек кальки. Посмотрите, как это легко сделать. Вот так. Обвели вы, например. Вот так вот я сделаю. Нарисовали на этой кальечке вот этот вот уголок. Так. И я повторила там, повторила, да. А потом закрыли вот эту выточку. Так вот. Ну, вот так вот я, например, нарисую. Не надо дальше. Это уже лишнее. Смотрите. Я закрываю стороны выточки. Так вот. Раз. Повернула. Да. И моя выточка открылась вот куда. Вот у нее маленький какой околочек получился. Видите? Сейчас кальечку уберу. Вырезать. Некогда. И у меня получилась вот такая история. И поставим мы. Да. Так. Номер, конечно, не удался. С этой калькой на самом деле. Потому что ведь вам сейчас надо вот в таком виде видеть вот это все. То есть, куда у меня вот этот рукавчик. Этот рукавчик у меня пойдет вот сюда. Он у нас будет как выглядеть. А можем мы вот так вот его сделать. Я же вот это вот сохранила. Вот так вот будет выглядеть у нас эта выкройка. Ну, давайте так и сделаем. Частично. Поворотик. То есть, могу это все показать в таком виде. А могу показать... Я думаю, что давайте мы не будем портить нашу картину. Все-таки, да? Мы сейчас обведем ее пока что с выточкой вот в этом месте. Потому что вы понимаете, что разрезав вот по этому участку, мы легко получим желаемое. Поэтому давайте мы оставим эту выточку на своем, на временном вот этом вот участке. Как бороться с этими выточками? Вы знаете? Прекрасно. Что там по времени? Оуу! 22 минуты. Значит, быстренько закругляемся и показываем сегодня. Результат 22 минутки грузится очень долго. Ну, ладно. Увлеклись называется. И пока у меня выглядит выкройка вот так. И вот так. И вот так. Со спинкой разберемся в следующий раз. Все, мои дорогие. На этом разрешите сегодня нашу встречу закончить. Передняя часть у нас готова. Всегда Ваша Галина Коломейко. Продолжение следует...